Мне нужен микрофон? Да. Хорошо. Меня зовут Илья, я работаю в Яндексе. В Яндексе я работаю в отделе Яндекс Крипта, он внутренний. Вряхали много кто о нем слышал. Мы пытаемся понять по поведению в интернете, кто вы, мальчик, девочка, что вам нравится, и какой рекламу вам лучше показывать. Хорошо. Собственно, сейчас я пробую рассказать, как мы это делаем. Вот, допустим, вам нужно научить играть машину в шахматы. Стандартная задача. Собрались люди и решили, давайте сделаем искусственный интеллект. Но если что-то обладает интеллектом, оно умеет играть в шахматы. Давайте научим играть в шахматы. А черные только что съели нашу ладью, слоном, нам нужно как-то ответить. Как нам научить машину играть в шахматы? Задача, наверное, довольно простая, если подумать. Объясним, какими фигурами можно как ходить. Слонами только по диагонали, королем только на соседней клетке. Объясним, сколько стоит пешка за единицу, ладья за пятерку, ходит слон примерно за три. Добавим какие-нибудь и двести. Вроде как ладья на открытой линии это хорошо, пешкой не надо занимать центр. И заставим машину быстро-быстрощей. И машина найдет ход, машина найдет ход С4, после этого черные сдадутся. И это будет первый раз, когда компьютер обыграет самого сильного из людей в шахматы. Все воскликнут, как здорово, мы сделали искусственный интеллект, машины умеют, машины могут. А, да, отлично, мы победили в шахматах. Остался StarCraft, Super Mario и Глоб, которые расколоть нашей машиной совершенно невозможно. Мы можем для конкретных игр придумать какие-то другие эвристики, но, например, даже в случае с Глоб пересчитать все уже будет невозможно. В случае StarCraft мы просто не знаем, что делает оппонент. Поэтому нам бы не придумать заранее, как нам играть в шахматы, нам бы научить машину обучаться, чтобы она, не зная ничего, сама поняла, как максимально хорошо играть, какие фигуры как ходят, и что можно делать в этой игре, а что нет. Собственно, машинное обучение — это всегда троту про те алгоритмы, которые могут сами обучаться. Вы им не говорите, что делать, вы им показываете данные, например, обычно, а они уже понимают, что нужно с этим сделать. Собственно, что значит показывать данные? Нет, сначала небольшой такой success story. PhD-студент бросает свою докторскую диссертацию на время в Штатах и открывает небольшой магазин книг, потому что всегда хотел продавать книги, потому что ему кажется, что здорово можно нести знания. Лавка очень быстро растет, которая называется Amazon, и они нанимают отличных писателей, отличных рецензентов, которые пишут рецензии на книги и составляют рекомендательную систему. Если вы прочитали эту книгу, то вам, наверное, понравится вот это и вот это. И это приносит очень много денег, потому что мы любим покупать на рекомендованные товары, их для нас подбирали. Есть команды рецензентов, профессиональных писателей, которые специально для нас выбирают. Работает все отлично, их даже называют жемчужиной Amazon, их называют голосом Amazon, потому что они решают, куда пойдет рынок литературы. А потом владельцы придумывают, что мы вообще набираем немало данных, какие люди что покупают. Давайте попробуем автоматически понять, каким людям что понравится. Они пробуют, они патентуют эту тему, и они в сто раз увеличивают продажи с рекомендованных товаров. Настолько, что становится выгодно распустить рецензентов вот эту самую жемчужину Amazon, которую называли сердцем компании. Поэтому в такое время живем, что часто данные становятся сердцем компании, а не люди и даже не какие-то идеи. Собственно, о чем все это? Классическая задача машинного обучения. Я сначала в первой части поговорю немного про более скучные вещи, про формальную постановку, чтобы выработать общую терминологию. Обычно у нас есть обучающая выборка, которая состоит из объектов, прецедентов, точек и как угодно их только и не называют. Про каждую точку мы знаем, к какому классу она принадлежит. В данном случае вот у нас есть четыре точки. Три из них представляют обучающую выборку, про каждый объект мы знаем, кошку он или собаку. Мы знаем ответ, или таргет, или лейбл, или как хотите. Нам показывают новый объект, и мы пытаемся понять, собственно, кто кошка или собака в данной ситуации. О чем важно понимать, что когда мы говорим про машинное обучение, и мы хотим, чтобы компьютер сам научился отличать кошек от собак, то мы обычно говорим про сотни объектов, а порой действительно про миллиарды. Как это сделать? Про каждый объект мы придумаем признаки. Вот, например, я придумал три признака про животное. Я придумал массу, я придумал количество лап, я придумал цвет. Вопрос, поможет ли мне это как-то научиться отмечать кошек от собак в моей задаче? Какие здесь основные мысли? Да, я хочу на этой картинке подчеркнуть. Во-первых, у меня факторы могут быть самые разные. Это могут быть непрерывные значения. Как, например, вес. От нуля до более-менее бесконечности. Это может быть дискретное значение. Например, цвет. Серый, золотистый и белый, при этом они никак не соотносятся. Белый не больше золотистого. Количество лап, которое, например, угадает каким-то довольно дискретным набором значений. Вряд ли больше 740, по-моему, рекордным многоношкам. Не все признаки, например, могут быть одинаково полезны. Так скажем, количество лап мне вряд ли помогает отличить кошку от собаки. А вот масса тела, кажется, что помогает. И дальше все, что я на самом деле хочу, я хочу получить алгоритм, который будет смотреть вот на первые три точки, смотреть на их признаки и понимать, как по этим данным сделать вывод о том, что кошка или собака. Как я и сказал, такие важные мысли я выношу на отдельный слайд. Это то, что признаков может быть много и они могут быть самые разные. Может быть даже звук, или картинка, или текст. Но в итоге получается, что вся наука, она про то, как провести прямую через точки. У нас есть признак, пускай один. На картинке их было три, но пускай у меня будет один. И у меня есть какая-то там лица ответов. И вот я намерил 20 точек, они у меня получились вот такие. Вопрос, какая здесь зависимость? Допустим, мы пока будем выступать. Не машинное обучение, а человеческое обучение. Мы хотим показать вот эти данные и понять, какая здесь зависимость. И это не простая наука. То есть кажется-то, что, боже мой, провести прямую через точку. Возможно, вы скажете, что здесь нет зависимости. Да, у нас очень шумные данные, и правильный ответ – это просто никакая зависимость. Может быть, это что-то не монотонное. Да, сначала, чем больше у нас вот этот вот признак, тем сначала ответ меньше, тем потом и больше. Может быть, у нас в данных шумах. У нас есть три случайные точки, которые мы намерили бог-знать почему. Ошибся лаборант, когда записывал показания. И есть настоящая, довольно хорошая, бывающая зависимость. А может быть, у нас вот такая кривая, которая замечательно проходит через точки, но, не знаю, мне она не очень нравится. Мораль из этих простых слайдов – про то, что да, мы занимаемся делом, потому что провести прямую через точки или кривую бывает сложно, потому что данных много, потому что кривую можно проведить разными способами. И давайте подумаем, какая вам больше нравится линия – фиолетовая или оранжевая? Синия. Оранжевая почему? Синия. 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 Вам больше не приготовились, чем проще ваша модель – тем лучше. Зачем вам вдумать что-то сложное? Если вы можете более-менее, таким же качеством обучать, то есть научиться объяснять зависимость с помощью меньшего количества переменных, с помощью более простых моделей, то это замечательно. В данном случае есть такой термен, в котором вы наверняка столкнетесь, если будете читать статьи о промышленной обучении, заниматься как переобучение, когда вы слишком хорошо заставили вашzel алгоритм с данных понимать, какой будет ответ. В данном случае у нас оранжевая линия откровенно переобучена. Она нагло запомнила, что вот эта точка имеет ровно такой ответ, и шаг в сторону по признаку, и мы сразу очень сильно промахиваемся по ответу. А фиолетовая линия у нас проходит довольно плавно через все точки и таким образом не переобучена. Мораль отсюда — мы очень любим алгоритмы за способность обобщать данные, за способность найти какую-то сверхкартину, и запомнить, что если в этом углу у меня белый пиксель, то это кошка, а иначе это собака, а за способность понять из картинки максимально простой моделью, что у нас здесь нарисовано. Про конкретные алгоритмы машинного обучения я вам рассказывать не буду, потому что это, во-первых, есть презентация Виктора, а во-вторых, потому что у нас такая более вводная и более общая часть. Я бы сказал, на самом деле, только про треть машинного обучения, про самую скучную треть. Когда у нас есть признаки, когда у нас есть ответы. Но на самом деле есть намного более интересная задача машинного обучения. Когда ты без учителя — обучение с подкреплением. Обучение без учителя — это не помыслить обычно, что ли. Это гейзер, старый служак, по-моему, который использован в Йелл-Сау, в США. А это то, как часто он извергается, сколько времени длится извержение, между тем, сколько времени проходит между соседними извержениями. И что-то на этих данных происходит. Во-первых, да, кажется, что есть зависимость между вот этими двумя признанными извержениями. А во-вторых, что порой бывает интересно, что, по крайней мере нам кажется, человеку видно, что данные группируются в два каких-то кластера. Один слева внизу, второй справа — довольно очевидно. Представьте, что у вас есть миллион пользователей на сайте. Про каждого вы знаете — пол, возраст, сколько времени он проводит на сайте. Понял средний чек, как часто он добавляет товары в корзину, как часто он оформляет окончательно покупку. И все, что угодно вы намерили, как быстро он двигает мышкой. И вы пытаетесь понять, а есть ли какие-нибудь группы пользователей? Потому что, если они есть, то, возможно, каждый может найти какой-то индивидуальный подход, дать какое-нибудь индивидуальное предложение, как-то индивидуально с ними работать. Вот, собственно, про это и есть обучение без учителя. Оно же Unsupervised Learning. Про что? Про то, у нас есть данные, у нас есть признаки. Мы знаем про многие объекты, многие признаки, но у нас нет ответов. Мы не знаем, кто на этой картинке кошка, кто на этой собаки, но мы знаем, что вот картинки бывают такие, а другие картинки похожие не бывают. И в данном случае, да, есть, например, простой красивший алгоритм, на котором вы скажете, найди мне два кластера. И он скажет, что вот, пожалуйста, вот эта зеленая точка, вот эта синие точка. Но мне очень впечатляет. Вот, например, мой самый любимый метамашинного обучения из компании Google, уже четырехлетней давности, очень старый. Называется Word2Vec. Алгоритм может прочитать большое количество текста и сопоставить каждому слову вектор. Что бы это ни значить. В чем прелесть алгоритмов? В том, что текст можно подавать на вход абсолютно сырой и совершенно необработанный. Хорошего текста найти в интернете тяжело, потому что найти большие корпуса текстов очень тяжело. Чтобы каждое слово было размечено, что это существительное, глагол, в каком он времени. А вот скачать в Википедию, в которой очень-очень много слов на разных языках, легко. Скачаем Википедию, сформим Word2Vec, и он сопоставит каждому слову вектор. Зачем? Затем, что, например, мы сможем посмотреть на близость. Мы возьмем слово кофе, посмотрим, какой ему соответствует вектор, и посмотрим на список самых ближайших соседей. Например, он обычно понимает из текста на русском языке, из той же Википедии, что на слово кофе похоже разновидность кофе, похоже прилагательный кофейный, похоже чай, потому что его... Оно появляется в том же контексте, что и кофе. Например, похоже слово эспрессо, потому что иногда люди пишут эспрессо с одной с. Замечательно, мы скормили большое количество текста в какую-то штуку, которая выходит, что поняла язык, потому что она теперь понимает, какие слова на какие похожи. Можно подискутировать, и это очень интересно, а действительно ли это значит понимать язык? Но есть такая более интересная штука. Раз это вектора, то как вы помните алгебры в школе, вектора можно складывать. Можно взять вектор от слова королева, вычесть из него вектор слово женщина, то есть получить как бы то, что делает из женщины королеву, такую королевскость. Добавить это к вектору мужчины, и посмотреть, на что получилось похожий вектор, на какое слово. Варианты? Да, на самом деле, и это довольно всегда легко выучилось, получается король. И это работает замечательно, вы скормили кучу текста, вы спрашиваете, что относится к России так же, как Вашингтон относится к США, или что относится к слову «был» так же, как к слову «купил» относится к глагол «покупать». Он может выучивать страну, он может выучивать полюты, смысл слов, грамматику, и работает очень быстро, очень здорово. Вы скормливаете просто текст, без разметки, без ничего. Нашли где-то, у Вас есть Twitter, комментарии на сайте. Замечательно, у Вас есть языковая модель. Обучение с потреблением. Третий раздел. Наверное, такой самый интригующий, самый современный, самый сложный. На втором слайде, который я показывал мне по третьим, была игра «Го». Кто слышал про матч «Альфа-Го» или «Сидоля»? Довольно много. Еще раньше была партия Гарри Каспарова с «Димблю», но это было давно, это было в 1997-1996 году, когда он проиграл, один раз победил. А не так давно, в прошлом феврале, кажется, компания Google бросила вызов в игре «Го», практически чемпиону мира, где-то второму или первому игроку, не очень понятно. И они его победили. До этого казалось, буквально за год до этого казалось, эксперты говорили, что в эту игру пойти человека невозможно, потому что в шахматах доска довольно маленькая, 8 на 8. В год доска 19 на 19, и пространство ходов намного, намного, намного больше шахмат. Намного больше, чем Атома, как бы все это. И, тем не менее, они победили его 4-1. Довольно безоговорочно. Есть даже шутка, что алгоритм просто выучил. Он сначала выиграл три партии из пяти, гарантировал себе победу, потом выучил жалость, поддался в одной партии и закрепил победу четвертой. Интересно другое, как ее обучали. Сначала, это смесь двух методов машинного обучения. Обучение с учителем и обучение с потреблением. Сначала было обучение с учителем. Алгоритму нейронной сети Викторов скажет, что это такое чуть подробнее. Алгоритму показали много партий мастеров, профессиональных игроков, и попросили предсказать, куда сходит мастер. Нейронная сеть более-менее научилась это делать, и этот алгоритм уже разрывал все остальные существующие алгоритмы, которые пытались в лоб как-то перебирать ходу. А потом, что самое интересное, берем эту сеть, немножко ее видоизменяем, например, случайными мутациями, как делает эта мать природа, и заставляем ее играть саму с собой. Та сеть, которая побеждает, мы говорим, что эти мутации хорошие, мы их закрепляем. Делаем следующие мутации и создаем огромный пул этих сетей, которые все время друг с другом играют. Все это несколько месяцев варится на большом количестве такметров, и в итоге получаем сеть победителя, который выигрывал у всех своих конкурентов со случайными мутациями или со смыслными мутациями. Вот это и называется обучение с подкреплением, когда мы не знаем ответов, мы не знаем, какой ход правильный. Но мы берем два варианта, мы заставляем играть, мы говорим, что если ты победил, наверное, где-то в этом пути ты делал правильный ход, и если ты проиграл, где-то ты ошибался. Здесь есть очень большие сложности, например, в шахматах я, допустим, он собирал противник с противником, сороковый ход он поставил в немат. Где я ошибся, мне очень понятно, за какой момент мне себя хвалить, за пару минут ругать. Очень сложная задача. Роботов. Роботы получают обычно тоже с помощью подкрепления. Например, критическая задача для человечества – переворачивание блинчиков. Берем машину, у которой есть моторы, объясняем ей, какие у нее есть моторы, куда она их может вращать, даем ей блинчик, и все. И говорим, переворачивай блинчик. Когда у тебя получается перевернуть блинчик и поймать его на сковородку, ты получаешь 1 очко. Когда ты его роняешь или у тебя не получается перевернуть, ты получаешь 0 очков. Сначала она не делает ничего. Потом она начинает случайно дергать мотором в разные стороны. Иногда у нее получается подбрасывать блинчики. К 20-му ходу она их стабильно подбрасывает, но они просто падают обратно. К 40-му они даже переворачиваются, но она их не ловит. 100 итераций, и все, она довольно хорошо умеет подбрасывать блинчики. Есть замечательные видео, где показывают, как куча роботов ходить. То же самое. Берем, симулируем простую паука или человека. Несколько суставов, несколько моторов. Говорим, что чем ближе ты к тем розеткам, тем больше у тебя очков. Сначала он барахтается на месте, потом постепенно начинает ползти, начинает идти, спотыкается, падает и постепенно довольно быстро обучается. Намного быстрее, чем человеческий вид. Так вот, машинное обучение крайне многообразно. Мы решаем самые разные задачи. От обучения на сотни данных, от обучения на миллиарде данных, от обучения с метками, где у нас есть четкая разметка, до ситуации, когда непонятно вообще ничего есть, игра с неизвестными правилами, в которые надо научиться побеждать человека. И у нас есть самые разные алгоритмы, для этого есть прекрасные нейронные сети. Но про все про это еще расскажем. Есть такая еще замечательная область, которая как бы немного стоит стороной, про которую, наверное, кто-нибудь слышал. Анализ данных как спорт. Анализ данных стал популярным спортом. Есть популярная площадка Кэгл, про которую я сейчас расскажу. А началось все, не Кэгл, а вообще идея. МакЭван, золотоискатель, предлагает в 98 году полмиллиона долларов, полмиллиона долларов в 98 году, колоссальные деньги. Геологам, тому, кто скажет, где искать золото, в какой шахте и где строить будущую шахту. Огромные деньги, несколько десятков геологических команд соревнуются за них, он выбирает самую хорошую, строит шахты и поднимается от 3 миллиарда долларов через год. Вот это хорошая инвестиция. Сейчас есть площадка Кэгл, которую, по лицу пару дней назад купила компания Google, на которой проводятся соревнования по анализу данных. Вот скриншот с пару дней назад, например, 4 самых крупных соревнования. Кубок по анализу данных, призовым фондом миллион долларов. Надо по 3D-сканам легких предсказывать, будет ли у человека, вернется ли рак лед. Надо детектировать по камерам с рыбацких лодок, занимается ли данная лодка честной рыбной лодкой или браганевским. Ловит она какие-то запрещенные виды или ловит настоящие? Причем не по очищенным, хорошим фотографиям, а по абсолютно грязным, замыленным, с камер наблюдения, с брызгами. И тут все равно решают предсказания рака, очень популярная тема. Или вот Google выложил базу из 8 миллионов роликов на YouTube, которые надо разметить. Научиться по видео, понимать, что это развлечение, это образовательные видео, это лекция, как например, которую я сейчас читаю. И там огромные деньги, там огромное комьюнити, тысячи специалистов по анализу данных. Поэтому, если у вас есть задачи по анализу данных, то, наверное, одна из самых интересных возможностей сейчас ее решить, это устроить конкурс. Отдать свои данные, сказать, что победитель получит деньги, получит славу, власть, все что угодно. И вот, и привлечь таким образом к себе очень талантливых специалистов. По две тысячи вот в крупных конкурсах людей, не людей, а команд. В команде бывает и по 5, и по 10 человек будут соревноваться. В России, например, конкурсы, кроме тех, кто устраивал на Kaggle, ну нет, включая тех, кто устраивал на Kaggle, Собственно, конкурсы проводила не так много компаний. Яндекс, Авито, Тимбоп, Сбербанк. Может быть, я кого-то из крупных забываю, но кажется, не того. Что можно почитать на досуге? Если вы, скорее, такой человек, заинтересованный со стороны в этом, или, скорее, менеджер, то есть замечательная научная публика, такая книжка «Большие данные революции, которые изменят». Мы живем работой на мыслях, которую миф в России издает. Если бы скорее заинтересовались всем этим и захотели заниматься машинным обучением, то есть замечательный вводный курс от Эндрю МГ, Эндрю Пына, на Курсере, с основателя Курсеры по машинному обучению. А если вас не пугают интегралы, то у Яндекса есть школа анализ данных, в которую можно попробовать поступить, или, например, можно, вроде, взять к себе специалиста, который от этого выпустился бы не так много. В конце такие забавные картиночки. В Стэнфорде мы учили нейронную сеть по картинке генерировать текст. Что здесь нарисовано? Собственно, обучение с подкреплением. Не с подкреплением, а обучение с учителем мы теперь знаем. Как мы знаем? Возьмем картинку в интернете, любую, случайно. Посмотрим, какой текст рядом с ней написан. Скорее всего, он про эту картинку. И будем вам на этом обучать нейронную сеть. Вот, например, показываем картинку. Сеть говорит, что это мужчина, играющий в теннис на теннисном квартире. Получается 10 из 10. Показываем картинку. Сеть говорит, что это мужчина сидит на автобусе с собакой. Хуже, но это человек, он сидит. Есть транспортное средство, собаки, наверное, нет. Я не вижу, по крайней мере. Иногда нейронные сети ошибаются. Например, вот картинка и связка бананов, свисающая с каталка. В машинном обучении есть куда развиваться. Она развивается очень активно в последнее время. Решаются самые невообразимые задачи и появляются самые невообразимые стартапы. Но поле для деятельности еще огромное и огромное. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ Я думаю, сейчас вопросы. Да, да. Еще 5 минут точно есть. Так как следующая реакция будет более такая специализированная, устая, и сейчас, правда, можете сделать абсолютно все про машинное обучение, и Илья прекрасно все объяснит. Да. Скажите, пожалуйста. Можно? Я попробую. Да, прошу. Я работаю в сфере образования. Мне все интересует сейчас, если это одна из тенденций, вот что вы знаете о применении Big Data в сфере образования? На пальцы. Вопрос. Да. Вопрос про применение машинного обучения в образовании и про анализ больших данных в образовании. Я видел… Ну, я просто на образование не очень внимательно смотрю, но я видел интересные наработки, например, использование компьютерного зрения в образовании. Наводим телефон на класс, дети поднимают таблички, и вы сходу телефон распознает, кто ответил «да», кто ответил «нет» в тесте, вы замечательно автоматизировали написание теста. Мгновенно люди показывают карточки, и вы сразу видите статистику, кто что понимает, кто что не понимает. Был интересный проект про людей тоже. Мы раздаем школьникам кнопки «понятно-непонятно». Учитель в очках, например, с дополненной реальностью, он смотрит на класс и видит над головами людей, кому что понятно. Кому насколько понятно. Есть люди, которым совсем ничего не понятно. По-моему, очень красиво технология. По поводу образования, в смысле составления курсов или оценивания, я лично ничего не видел, но не значит, что этого нет. Потому что, мне кажется, уже практически все, что угодно про машинное обучение. Сейчас даже есть такая присказка, что чтобы сделать простой стартап, берете любой текущий стартап, добавляете машинное обучение, готова новая прибыльная компания. Потому что сейчас я слышал, что в истории тогда пришла педагоги, что это вот новое направление, право педагоги. Тут надо скорее отталкиваться от задач. То есть, машинное обучение применять ради машинного обучения. Какая есть проблема с Big Data? С большинством обучаясь. Ты говоришь, что? Вот зачем это? Это никак исходит, да? Ничего лучше обучать. Не знаю, я ничего такого не видел. Тут важно еще очень разделять, какая проблема есть с машинным обучением, как со всеми современными вещами. Big Data, Machine Learning, Artificial Intelligence, AI, чат-боты и все вот это. Это все прекрасно, когда это все используется с умом. Но очень часто можно встретить, что какая-нибудь компания говорит, что все, мы будем сейчас внедрять Big Data ради Big Data. Но нет, по-моему, все-таки нужно идти от задач. Нужно понимать, стоит ли вам им заниматься здесь или не стоит. Не надо пытаться называть выбор 50 точек большими данными. Когда тоже делают, это некрасиво. Я не знаю. Интересный вопрос. Я посмотрю. Еще вопросы? Да. Вопрос про здравоохранение. Вопрос про здравоохранение. Вот как раз очень много стартапов. Есть IBM Watson, например, известный. Это суперкомпьютер от IBM, который ставит диагнозы. Который задает вам вопросы. Проходит, собирает анамнез, если нужно. И говорит, какие анализы нужно сдать. Или он уже понимает по симптомам. Есть Яндекс.Медицинный проект. Но там скорее про большие данные. Про то, как наладить взаимодействие пациента, документации и клиник. Потому что это бюрократический ад сейчас в многих местах. Но вот замечательно. Цифровой век. Казалось бы, можно на камеру оцифровывать все, что на свете. Все, что угодно. Рекомендовать врачей, составлять графики. Есть очень интересные проекты про анализ всевозможных сенсоров. Например, по ЭКГ понимать, что у человека скорый инсульт. По ЭЭГ понимать, что у него шизофрения может развиться. Или наоборот, что будет очень умным талантливым, когда вырастет. Есть очень интересная тема, скорее больше в биологию, а от здравоохранения больше в биологию, которая мне интересна. Про интерфейсы между мозгом и робототехникой. Одеть на человека шапочку, подключить ее к роботу, и чтобы можно было силой мысли управлять механической рукой. Есть такие замечательные, интересные проекты. На том же ЭКГ был, например, большой конкурс. И не один про интерфейсы между мозгом и робототехникой. Это тоже нейросети? Обычно такие задачи решаются нейросетями, в которых нужно распознавать какие-то сигналы или находить образы. Решают все нейросети. Более классические методы машинного обучения решают более стандартные задачи. Когда у нас есть цифры, вот про кошек и собак, я бы не использовал нейросети. Потому что у меня есть числа, у меня простая классическая задача, которой уже 200 лет занимались, начиная с Гауса, и все замечательно. Если мне надо из голоса понять, что значит эта фраза, и перевести ее на китайский, и синтезировать голос, то речь идет именно о понимании, понимании звуковых волн, понимании слов. Например, тот же Word2Vec. Понимание образов скорее всегда право нейронной сети. Какие издержки? Наверное, такие же, как, в принципе, пытаться внедрить что-то новое. Возможно, оно и не зайдет. Возможно, задача уже прекрасно решается и без машинного обучения. То есть, в шахматы сейчас все еще прекрасно играют программы, которые просто знают, как надо ходить. У них есть огромные базы эвристик, у них базы дебютов, базы этюдов, и они просто знают, как надо ходить. То есть, если вы... Машинное обучение — это про автоматическое решение вот самых разных задач, про гибкое. Если в конкретно данной ситуации можно придумать с помощью человеческой экспертности, например, написать модель и понять, как тут что работает, то обычно это бывает лучше, но это и не страшно. Потому что если нам надо предсказывать полет мяча, например, зная начальную скорость, то довольно глупо учить нейронную сеть, если можно почитать учебник физики, узнать, что он летит по параболе и тремя коэффициентами полностью описывать. Мы просто участвуем в разговорах, наблюдая на то, что сейчас происходит в прессе, появится ощущение, что сейчас эффект вынимается по всему данному. Они говорят, что зачем там о чём-то будем что-то решать, вот дайте мне данные, я там всё выберу и всё... Вот если у вас есть, наверное, миллиард данных про полет мячей по параболе, то да, то можно ту же самую параболу получить с помощью нейронной сети. Иногда данных нету, иногда их тяжело получить, иногда их невозможно получить. То есть можно заниматься причинно-светскими связями, а можно просто заниматься вымаливанием тучи водок и... Это прекрасный холосовский вопрос. Вот Волмарт обнаружил, что продажа пива коррелирует с продажами подгузников. Нужно ли нам понимать, это на самом деле правда, там есть личные терапические гипотезы про то, нужно ли нам пытаться понять, почему это происходит, чтобы получать из этого прибыль? Вот, наверное, смотреть, чем мы занимаемся. То есть если мы занимаемся той же медициной или какой-то прямо наукой-наукой, и с космосом, и с физикой связанной, где понимание процесса нам может принести прямо пользу, то, наверное, да. Если нам нужно рассылку отправить более таргетированной людям, чтобы меньше людей получили спам, то, наверное, нам не очень нужно понимать, почему вот эти люди похожи на этих. Изначально ли риск такого подхода, ты короче, если сейчас по какой-то там непонятной причине, вот эти вот два события коррелируют. И я вот так вот этим дуреломным подходом взял всё это дело и сейчас оно работает. Завтра там где-то перегорела лампочка, и вся эта причинно-следственная связь нарушилась, то есть всё пошло наперекосяк, а у меня уже... Ну, тут две вещи надо заметить. Возможно, вы неудачно обучились, потому что если у вас... Ну, если в данном... У меня совпало, корреляция. Так бывает, но... Я её принимаю за причину-следственную связь. Поэтому, например, вот у меня на работе модель, которая обучает мальчиков и девочек, она обучается каждый день, потому что вдруг сегодня мальчики стали заходить на другие сайты, а девочки стали заходить на другие. Или вот этот сайт, он был сайтом для мальчиков, стал сайтом для девочек. Поэтому каждый день происходит переучение. Вот, например, кто-то может застраховаться так. Но, в общем, да, вопрос про корреляцию и следствие, он очень серьёзный, и машинное обучение зачастую занимается поиском корреляции и решением задачи. Потому что вот на том же кэмбле вам говорят, что есть ошибка, чем меньше ошибка, тем лучше, у кого меньше всех, кто получил деньги. И неважно, понятно, почему она меньше или непонятно. Может быть, последний вопрос, Сергей? Да. Возвращаясь к медицине, сейчас появилась такая большая идея о создании базы данных о медицинских... Ну, там, туда, в общем, полицию уже...